Они стоят у вокзала у каждого многолюдного места. Агрессивны по отношению к конкурентам. Их машины не проходят специальный техосмотр для перевозки пассажиров. Именно они попали под прицел налогового управления. В Тимиртау прошел рейд по выявлению нелегальных такси. Подробности материали Серегжана Маулитбай. Рейд проходил по двум направлениям такси – пассажирским и грузовым. Сотрудник налогового управления города Тимиртау выезжал на пятаки, где он представлялся как пассажир. После чего бомбил на углу ожидали бригады дорожной полиции, сотрудники управления, которые проверяли наличие регистрации в налоговых органах. Есть ли у водителей кассовые аппараты и уплачен ли налог на их транспорт. Водитель грузового такси Владимир, который попал под прицел рейдеров, управляет машиной по доверенности. В ходе проверки выяснилось, что хозяин автотранспорта имеет регистрацию частного предпринимателя. Однако у него нет кассового аппарата. В данный момент сейчас нарушение у него отсутствует контрольная кассовая машина. По статье 215 Кодекса об административном правонарушении. После проверки первого водителя грузового такси сотрудник вернулся на пятак. Но там уже не оказалось ни одного таксиста. Дальше рейдеры направились на так называемое хлебное место пассажирских такси. Водитель такси оказался нелегалом. Он не имел регистрации как частный предприниматель, но занимался перевозкой пассажиров, не оплачивая налогов. В ходе проведенного рейдового мероприятия сейчас выявили физическое лицо, которое занимается частным извозом, без регистрации налоговых органов. Материал сейчас составляется в материалы. И согласно 357 статье КОАП по административным процедурам будет передано в суд материал для возбуждения административных правонарушений. Всего с начала года в ходе рейдов были привлечены к административной ответственности 11 водителей пассажирского такси и 27 водителей грузового такси. Серегжа Маулитбай, Улжас Габасов, Асата Айбедулов, Первый Карагандинский.